Всем привет! Нам электромеханикам часто нужно работать с грузовыми кранами на судне. А вместе с ними добавляются к работе обслуживание и ремонт судовых крабов. Работал с разными кранами, буду потихоньку делиться и рассказывать. А сегодня давайте обсудим краны IHI. Они считаются одними из самых простых и надежных. Можно долго говорить о нюансах, но я хочу кратко показать основные моменты и поделиться наблюдением, что обязательно стоит проверить и обслужить перед работой, погрузкой и выгрузкой. Хочу напомнить, все работы проводятся только при выключенном главном автомате. Когда поднимаемся на кран, посередине нас встречают токовые кольца. Во время работы щетки постепенно стираются, появляется стружка. Нужно регулярно убирать ее и проверять состояние колец, щеток и щеткодержателя. Дальше открываем щитовую в кабине. Рекомендую выделить время и подтянуть все контакты. Да, это долго и скучно, но кран работает в условиях постоянной вибрации, и слабые контакты – частая причина проблемы. Следующий шаг – контакторы. Снимаем крышку до гасительной камеры. Смотрим на контакты, обычно они подгорают из-за частых стартов и остановок. Если контакторы много в запасе, и старые сильно изношены, лучше заменить. Но если износ небольшой, можно аккуратно почистить их нулевой наждачкой. После этого контактор спокойно продолжит работать. Спускаемся вниз и проверяем лимит свечи. Обязательно смотрим контакты, при необходимости подтягиваем. Дополнительно можно смазать рейку, чтобы работа была мягче и без заедания. Вот такие простые шаги помогут избежать проблем при погрузке и выгрузке. Краны AI и CHI просты в обслуживании, но требуют внимания к мелочам. Берегите себя и технику. С вами был Олег Воркс. Кстати, в моем Telegram удобная навигация. Через поиск можно найти схемы и мануалы к экранам.